Ну а вы прошли первое чтение, приняли бюджет, тишина, и вдруг, знаете, как кролик у фокусника из шапки. А почему так поступили? Ну, как обычно поступают карточные шулеры. Они сначала лоху дают выиграть. Лох втягивается в игру, проигрывает он потом, и всё сразу. Я прошу прощения, но так показывать, как управляет государство, могут только политические спекулянты. Нельзя играться с ориентирами. Кто сейчас скажет, что не нужно на 3 200, 4 500 или 10 000? Да язык не повернётся. А что за кадром? Полный провал с бюджетной политикой, отсутствие внятных расчётов, всё втихую, и всё пиар. Извините, задолбали пиаром. А что касается выборов? Почему так поступают? Так поступали когда-то с дорогами, когда по сусекам помили, помните, 18 миллиардов нашли. Сейчас, оказывается, 3 200 можно посчитать. Так считайте, пожалуйста. Почему? Страх. Так, вспомните, о чём шла речь от политиков-экспертов в течение лета. Октябрь-ноябрь, рост социального напряжения, тарифы, маленькие документы. Придут первые платёжки, народ выйдет на улицу. А вот вам наступил октябрь. Промолчали пока шли дебаты по парламенту, и когда наступает время тех самых платёжек, вбрасывается идея, 3 200. И сейчас, я уверяю вас, депутаты деваться будут некуда, они найдут формулу, как повысить минимальную заработную плату. И, наверное, это будет эффект на 2-3 месяца. А вот что будет весной? И здесь у меня вопрос совсем другого порядка. Я думаю, что правительство прекрасно понимает, что политика провалена. И на самом деле бюджета по факту того самого эффективного нет. Почему? Потому что предложения по развитию, которые идут от оппозиционного блока, от Батьковщины, от партии Лешко, вообще не слышат. Другое дело, что, по всей видимости, обсуждая 3 200, правительство вытащит ещё одного кролика из... То есть будут подарки ещё к зиме? Я думаю, что речь будет о заигрывании с реальным сектором, о создании новых условий для поддержки. Почему? Потому что это всё и есть начало предвыборной кампании. Потому что сейчас, во-первых, большинство людей демотивировано теперь протестом, потому что ждёт, чем закончится спор о минимальной зарплатах. Во-вторых, ждёт новых инициативных кроликов. А извините мне, все оппоненты правительства как минимум на месяц оказались в дурацком положении оправдывающихся. Какие выводы? О чём стоит подумать? Некомпетентность правительства. Вообще, в таких ситуациях нужно ставить вопрос об ответственности. Потому что куларах молчать и делать – это безответственность. Где трёхсторонняя комиссия? Где мнение про союзов и товаропроизводителей? Позиция фракций, парламентские комитеты, альтернативные расчёты – это первое условие. И второе условие. Раз уж на то пошло, где бюджет развития. Раз мы можем поместить по сусекам, найти на транспортный фонд, на повышение зарплаты. На дороги. Совершенно верно. И последнее. Ну, услышите хотя бы советников. Бальцерой сегодня сделал громкое заявление. Люди, разработавшие мапу реформ, говорят, что мы вне реальной политики. Это, кстати, серьёзный сигнал тем самым кредиторам, о котором так пекутся. Потому что сами советники кредиторам скажут, ребята, нас не слышат и играют за корову. Это серьёзнейший сигнал. Вот на это я обратил особое внимание. Ну, кстати...